Да, нас обманули. Сейчас у них судебное избирательство, на нее подали иск. Ну все, я в расстройстве. Ребят, мы хотели делать блог про Роуд, но получилось по-другому. Ребят, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас настоящий эксклюзив. Мне самой очень интересно его распаковать вместе с вами, потому что крутые девочки знают про бренд Хейли Бибер. Мне кажется, его хотят просто все. Это запрещенка, санкционка, все как мы любим. Более того, этот ролик я снимаю на особом энтузиазме, потому что я очень люблю косметику. У меня везде большим капсом, просто большими буквами написано «Бьюти маньяк». Но в этом ролике я не буду говорить свое мнение, я только буду говорить какие-то факты, потому что у нас сегодня ролик, который называется «Анпакинг», то бишь я это вижу впервые. Это привезли байеры, которые находятся у нас в Москве на Столешниковом переулке. Бренд называется у них «Аскели». Это необычный магазин. И для меня «Аскели» сейчас, да, опять же таки, это не реклама, это просто мой совет. И для меня «Аскели» это гораздо круче, чем «Цум» сейчас, потому что в «Цуме» старые коллекции, а в «Аскели» сейчас все новое. То есть там вся запрещенка, весь эксклюзив, все есть в «Аскели». То есть все там проходит сертификат по длинности и качеству. И, собственно говоря, эту косметику я купила там. Название «Роуд» — это второе имя Хейли Бибер, потому что ее полное имя — Хейли Роуд Болдуин. А Бибер она получила после замужества, соответственно, от своего мужа Джастина Бибера, которого мы все знаем. Давайте посмотрим, что у меня в руках. На самом деле тоже очень интересно, потому что, как я уже сказала, я впервые вижу эту косметику. Давайте начнем с упаковки. Упаковка минималистичная. Это, в принципе, сейчас очень модно. Поэтому ставим ей пятерочку твердую. И будем открывать. Это у меня тинт для губ. Сама упаковка тоже очень лаконичная. Вот такая вот серая. Видите, ничего лишнего. Полный минимализм. Просто буква. Но мне нравится. И я сейчас хочу сделать свотч, если у меня получится. Вот здесь, видите, такой металлический наконечник. Он способен охладить вашу губу. Если вы будете держать в холодильнике и снять отек. Видите, он такой полупрозрачный. Кстати, оттенок, как всегда, самый топовый просто. Супер нюд. Такой розовая пыльца. Ну, слушай, классный вообще. Просто, видите, у меня тоже первые впечатления. Я, как уже сказала, первый раз это вижу. Я только слышала об этой косметике в интернете. Но пока что очень прикольно. По ощущениям, липковатая. Липковатая. Ну, посмотрим, что будет через пару секунд. Ну, по цвету огонь. Видите, он такой сливается с кожей. Я так понимаю, может, он подстраивается под цвет ваших губ. Открываем следующий. У меня здесь три одинаковых. Все в разных оттенках. Кстати, оттенок с коробкой. Вот если вы будете заказывать онлайн, то она вряд ли вы попадете в оттенок. Потому что вот то, что нарисовано здесь, совершенно противоположное тому, что я наношу на руку. Во-первых, это очень прозрачно. Это почти вообще не видно. Вот. Я боюсь представить, что будет с этим цветом. Открываем. Господи, дай бог я не сломаю свои ногтя. Ну, и здесь, собственно говоря, такая же. А, нет, смотрите. Я думала, что здесь тоже такой тинк. А здесь, оказывается, у нас помада. Вот, помада. Такой приглушенный розовый. Опять-таки, модный очень. Но она тоже полупрозрачная и матовая. Прям матовая. Вот, видите, какой цвет? Очень красиво. Пыльная роза такой. И я так думаю, что если нанести вот это, а сверху глянец, то будет просто, ну, просто пушка. Вот смотри, как красиво. Мне даже на руке нравится. Чем мне импонирует Хейли Бибер, это то, что ее косметика, это полностью отражение ее самой. То есть она, допустим, погружается во все, что происходит с ее брендом. То есть она принимает участие во всех этапах. Там, начиная от разработки, заканчивая упаковкой. То есть абсолютно все на ее плечах. Она через себя пропускает свой бренд. И когда человек вкладывает душу в то, что он делает, обычно это все очень круто выстреливает. Поэтому, когда ты что-то начинаешь делать, важно именно, чтобы это тебя вдохновляло и тебе это нравилось. И чтобы ты был заинтересован в каждом, как бы, этапе продукта или вообще что угодно. И Хейли молодец. Она участвовала во всех процессах, не перекидывала это на свою команду. И поэтому, наверное, такой бренд крутой получился. И он пользуется просто огромной популярностью. Это еще две помады. Короче, открываем другой цвет. Сейчас все с вами просмотрим. Вот. Это очень-очень интересно. Я сама прям такая у меня аж дрожь по коже. Все. Пошло. Открываем. Ну, здесь такой, видите? Этот цвет такой красноватый. Немножко, да, есть такое ощущение? Такой кирпичный какой-то. Вот не знаю, как он на губах, кстати, будет смотреться. Я такая пока что... Пока что не пойму. Вот. Ну и третий. Какой? Давай. Наноси. Так, сейчас девочка одна из команды нанесет это себе на губы. Давай, садись. Да садись. Смотрите, как классно. Посмотрите, вот, пожалуйста, наша девочка из команды Серафима накрасила себе губы. Мне кажется, класс, да? Покажи. Как тебе по ощущениям, скажи? Она, несмотря на то, что она матовая, она увлажняет. То есть я до этого губы ничем не мазала. Они были такие, какие есть. И вот я нанесла помаду. У нее очень такая приятная текстура. Не слишком влажная, не слишком сухая. И на губах остается приятное ощущение. По цвету вы можете сами сидеть. Ну, мне кажется, прикольно. Потому что я даже когда на руку нанесла, она даже руку мою увлажнила, прикиньте. И при этом она еще и матовая. Такое редко бывает, на самом деле. Так что пока ставим ей пятерочку, да? Все. Мне понравилось. По ощущениям, первое впечатление просто топ. Реально. Прям, мне кажется, это мастхевчик будет. Так что ставим ей пока что пятерочку этой косметики, этим помадам и вот этому тинту. Единственное, что он липкий. Просто есть такие люди суперчувствительные, которые липкость как бы вообще никак не воспринимают на себе. Тогда вам будет, конечно, тяжело с ней ужиться. Потому что вот сколько времени прошло, она и до сих пор липковата. Но, возможно, это пройдет. Возможно, если с помадой сочетать, то не будет такого. Третья помада, она уже вот такого оттенка. Какая-то, мне кажется, как будто бы это, вылетел от слова, вишневая. Да? Есть такое ощущение. Вообще, мне кажется, что вот эту помаду, знаете, надо наносить и немножко как бы пальцем притушевывать. Тогда круто ложится. По ощущениям очень прикольно. Вот, кстати, тинт, он до сих пор липкий. То есть он, походу, так и должен быть. Я хочу потом нанести это на свои губы вместе, как я сказала. Сначала помаду, потом тинта. Мне кажется, это будет круто. А если добавить еще карандаш, то вообще. Мы берем, я так понимаю, что это бальзам для губ просто прозрачный. Здесь уже нет такого наконечника, видите? Да, это обычный бальзам. И он очень липкий. Просто адски липкий. Но вот это по ощущениям. Кто-то любит, знаете, чтобы было, чтобы чувствовала, что на губах что-то есть. Я не знаю, может, политика такая, сайт или что. Но просто посмотри на... Потресканные такие все такие. Это гель, я вижу. Да, у нее мигрировал гель. Да, да, да. Я же говорила, что нет в Америке нормальной бьюти-индустрии. Вот у Хейли у нашей мигрировал гель. Ну, может быть, это типа и бодипозитив? Но у нее же не других фотков нету. Тогда странно. Тогда ставим дизлайк. Сайт крутой, но они не исправили ей губы. У нее реально видно прям мигрирующий гель. Ну, типа вообще некрасиво вот так вот висит. То есть видно, что там есть какой-то гель. И, возможно, его оставили как типа бодипозитив, что мы принимаем свои... Ведь бодипозитив – это не про то, что мы жрем все подряд и толстеем. А про то, что если у человека есть какие-то изъяны, да, то он не боится их показывать. Ну, вообще бодипозитив тогда она вообще не должна была их качать. Ну да, ну уже появилось. Уже надо как-то с этим жить. Да, надо исправить было, что за миграция. Короче, это трэш, ребят. Вот. Вот это, вот это, ребят, следующий продукт – это карандаш для бровей. Оттенок медиум. Вообще, на самом деле, там, где я брала, как бы выбор очень маленький. Более того, что я скажу, когда я пришла за эту косметику, мне просто повезло. И вот только-только привезли, и у них даже ценников не было. И я, получается, пришла, всю эту косметику отложила, да, а только потом пришла и выкупила. То есть мне нельзя было ее купить. В общем, я купила все. А если бы я пришла там, я не знаю, может, через час, за ней же все гоняются. Уже, возможно, я вам сейчас показала вот только что-нибудь одно. Но сразу скажу, у меня, кстати, здесь нет самого популярного продукта. Это гель для бровей. Он считается вообще мастхевом, бестселлером этого бренда. Роуд. Но у меня его нет. Но будет. Так, карандаш. Что я вижу? Он очень прикольный должен быть по ощущениям. Очень такой тоненький и острый. Да, и он не сильно мягкий. То есть он, вот рисуем линию. Цвет такой хороший, насыщенный. При этом не суперплотный, не суперпигментированный. То есть такой... Можно сделать естественную очень бровь. Можно надавить, сделать более такую фактурную. Цвет хороший. Подойдет, мне кажется, и блондинкам, и брюнеткам, в зависимости от того, как вы будете надавливать на карандаш. И не супермягкий. То есть он не будет, как такая растушеванная бровь смотреться. То есть будет такая более четкая. Хейли Бибер очень хотела называть свой бренд именно Роуд. Потому что это ее второе имя, как я уже сказала. И она перед тем, как запускать косметику, искала, собственно говоря, нет ли уже таких названий. И нашла бренд одежды, который назывался Роуд Нью-Йорк-Сити. Она попыталась договориться и выкупить название, но ей отказали. И она пошла на риск и называла свою косметику Роуд. Все равно, да, несмотря на то, что это название уже используется. Сейчас у нас судебное избирательство, на нее подали иск. И, в принципе, это единственное, что мы откопали с командой плохого, как бы, да, про репутацию косметики Хейли Бибер. Потому что все остальное кристально чистое. Но это тоже наталкивает на определенные мысли. Не знаю, но это косметика Бибер должна быть, мне сказали. Что за... Ну все, я в расстройстве. Ребят, мы хотели делать влог про Роуд, но получилось по-другому. Да, нас обманули. Но я же сказала, что это анпакинг, правильно? Да, я не прочитала название. Объясните, это одно и то же. Скажите, выглядит одинаково. Это полный колпас. Есть такое слово? Но мне он понравился, реально. А почему нет? Это тоже, кстати, эксклюзивный веганский бренд. Да, это не Роуд. Мы в Роуд сделаем в другом обзоре. Я прям сейчас поеду в Аскелли и скажу им, что они мне продали не тот бренд. Ладно, открываем. Дальше бренд ReFi. Как и 20 минут назад. Как, в принципе, и всегда. Давайте разберемся. Этот бренд, как подсказывает мне моя команда, выпустила блогерша Jazz Hunt. И сейчас я хочу обратиться к тайному агенту в Аскелли. Как ты мог перепутать Jazz Hunt и Хэлли Вибер? Объясни, пожалуйста. Конец. Открываем бренд ReFi. Ну, и опять же говорю, это эксклюзивный. Это итальянский бренд, да? В Аскелли так-то все эксклюзивное. Так что, ребят, это значит что-то стоящее. Но я, как и вы, вообще не знаю, что это и с чем его едят. Я так понимаю, что он вообще только недавно появился. И это, по-моему, тушь, насколько я подозреваю. Да? Нет, это что-то для бровей. Это, короче, бальзам для губ. Смотрите, какая у него прикольная упаковка. Я первый раз такое вижу вообще. Смотрите. Тут не кисточка, то есть я вообще не знаю, что это. То есть здесь просто какая-то пластмасска. И она вообще не липкая. Вот интересно, кстати, там похожи масла какие-то. Вот это очень интересно. Реально похоже на что-то матирующее, скажи. Вот это круче, чем Хэлли. Я вам серьезно говорю, такого нигде не видела. У меня кожа прям сразу стала матовая моментально. Матирую жестко. И последнее, что нам продал агент Воскелли. Все, ребята, она просто рвется. Просится наружу. Смотрите, кстати, какая упаковка. Вот это вот, а потом еще такой коробок. Вот. Это, я помню, что это? Это румяна. Только они какие-то супер маленькие. Они больше похожи на пробник, вам так не кажется? Видите, они такие коралловые. Но на самом деле они полупрозрачные. И на щеках будет круто смотреться. Они должны освежать. Затяните. Как вам? Напишите отзыв в комментариях, как вы думаете вообще, будет это или нет. Ребят, эта рубрика была полна неожиданностей. Но я думаю, что вам понравилось так же, как и мне. А вообще, впечатление самое важное. Ведь у меня были живые эмоции. Это самое дорогое. Так что ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить оповещение. А расскажите в комментариях, был ли у вас какой-нибудь факап с косметикой. Мне будет интересно почитать и узнать, что я такая не одна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!